Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Сможет ли администрация сделать секции или какие-то квоты для многодетных, поскольку сейчас все оплачивают полную стоимость? В Малаховке прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. Нам удается им все-таки помочь, поставить их на путь исправления. О трудовых буднях сотрудников УФСИН расскажем в выпуске. Мне понравилось это мероприятие. Я узнал, как использовать грант, как его получить. Узнал о новых проектах. Я хочу сказать большое спасибо организаторам этого мероприятия. В округе запустили проект «Лаборатория грантов сделана в Люберцах». В принципе, ребята хорошие, двигаются. У нас как опасных моментов побольше. Вот и счет пока такой. О турнире по мини-футболу смотрите в финале выпуска. А теперь обо всем подробнее. В администрации прошло еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались у руководителей структурных подразделений, силовых ведомств и ресурсоснабжающих организаций. За прошедшую неделю в Люберецкую полицию поступило 2500 обращений. Возбуждено 32 уголовных дела. Из них 28 раскрыто по горячим следам. Произошло 5 пожаров и 160 ДТП с двумя пострадавшими. В округе отремонтируют 170 подъездов. По 74 адресам ремонт завершен. 26 в работе. Предстоит провести капитальный ремонт и в 61 многоквартирном доме. У нас на сегодняшний день в работе 13 кровель, 6 фасадов, 1 отмостка, 1 фундамент и 3 внутридомных инженерных системы. Субъектами малого и среднего бизнеса в прошлом году создано 3000 новых рабочих мест. Теперь еще около 1000. Благодаря новым предприятиям прирост в муниципальный бюджет составил 42 миллиона рублей. 30 люберецких предприятий получили меры государственной и муниципальной поддержки на общую сумму 29 миллионов. С 1 июня запускаются такие меры поддержки, как приобретение лизинга оборудования, маркетплейсы, франшизы. И также льготы для безумерного налога для системообразующих предприятий и льготы для управляющих субъектов индустриального парка. На совещании обсудили вопросы содержания дворовых территорий, покоса травы и кранирования деревьев, уборки мусора и уличного смета. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Малаховке провели встречу с жителями. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и сотрудникам полиции. С какими проблемами обращались жители, расскажем в сюжете. Ольга Муратова, старшая по дому на улице Чехова в Коренёве, попросила благоустроить дворовую территорию и привести в порядок подъезды. Дом с 2015 года и четыре подъезда ни разу не делали ремонт. Уже всё обшарпано. Потом просим, чтобы нам поменяли скамеечки на детской площадке. У нас очень красивая территория, потому что сами жители покупают цветы, сажают. В общем, очень красиво. И площадка, в принципе, хорошая. Но вот эти скамейки, они уже, короче, все сгнили. Занятия в детских секциях при Малаховской государственной академии физической культуры по льготной стоимости. Такой вопрос подняла многодетная мама Юлия Кузнецова. Сможет ли администрация сделать секции или какие-то квоты для многодетных, поскольку сейчас все оплачивают полную стоимость. Например, бассейн у нас открывается, и будут ли там детские секции для малаховцев. И мне пообещали, что будет договоренность с МГАВКом. И будут такие секции в МГАВКе со следующего года. На встрече рассмотрели вопросы организации велопарковок около МФЦ и почты в Малаховке, выделение земельных участков многодетным семьям, уборки мусора вдоль дорог, сноса незаконных торговых объектов. Все обращения зафиксированы и приняты в работу. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы отметили Международный день соседей. Традиция собираться на праздник всем двором зародилась более 20 лет назад. Одной из самых массовых площадок стал дом номер 8 на проспекте Гагарина. Какая там царила атмосфера, покажем в следующем сюжете. В этом году Люберцы стали центральной площадкой празднования в Московской области Международного дня соседей. Городской округ занимает лидирующие позиции по многим направлениям, в том числе активности жителей, вовлеченных в процесс благоустройства своих дворов. У нас множество мероприятий проходит в вашем городском округе. И семинары образовательные, и встречи с жителями мы проводим. И всегда мы видим актив граждан такой, что они действительно неравнодушные, с активной гражданской позицией. У нас зимой был конкурс «Зимний лучший зимний двор». И ваш муниципалитет активно принимал участие. Жители многоквартирного дома на проспекте Гагарина 8 яркий тому пример. За 9 лет они своими руками создали этот сквер. Здесь растут десятки декоративных деревьев и кустарников. А территорию украшают яркие цветы. Мы садим немноголетние, однолетние, каждый год вот шикарные клумбы. Все любуются, восхищаются. Ни у кого на Красной Горке из 59 домов нет такого сквера, как у нас. Я с самого детства вот такая. Когда у меня в пятом классе спросили, что выбираешь, черчение или домоводство, я пошла в теплицу, которая возле нашей школы. И вот с этого момента мне привили любовь к насаждениям, к зелени. За свою активность жители этого двора получили вознаграждение. Прямо под окнами для детей и взрослых устроили настоящий праздник с аниматорами, угощениями, музыкой и веселыми конкурсами. Три, два, один, убегай! Луиза и Газарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 12 лет назад президент России подписал закон, согласно которому многодетным семьям безвозмездно выделяются земельные участки. В Люберцах очередь на их получение с 2011 года состояла из 1742 семей. Почти половина из них земельными участками уже обеспечена. Как живут новоселы, узнали мои коллеги. Первые земельные участки многодетным семьям из Люберец в селе Никитское выделили 6 лет назад. Уже тогда им пообещали построить подъездные дороги и обустроить дренажные канавы, которые позволят отвезти с участков избыток грунтовых вод и осадков. На сегодняшний день дороги к участкам нет. Электричество частично. Кто сам индивидуально подавал заявку, когда еще была цена 550 рублей, тому подключили. Сейчас реальная стоимость подключения где-то порядка 15 тысяч. Это как бы по минимуму. А если скажи, мы к участку можем подойти, мы идем по полю. Екатерина Абасова до своих 10 соток тоже добирается через бурьян и овраги. Чтобы трое маленьких детей больше времени проводили на свежем воздухе, глава семейства построил дом. Теперь хочет посадить фруктовый сад. Но пока это только мечты. На участках стоит вода. Кто-то построился. Лично мы, вот еще представители многодетных семей, кто стройматериал носил на себе полностью. Вот я с мужем носила, вот девушку тоже с мужем носили. Построили дома. Невозможно было подъехать. У нас есть пожелание, чтобы все наши люди, которые получили еще в 2016 году, в 2017 году, в 2018, в 2019, имели возможность сюда приехать, развиваться. Вдоль грунтовых дорог опору освещения установили несколько лет назад. Протянули кабель, но к электричеству так и не подключили. На встрече с Владимиром Волковым жители заручились его поддержкой. В преддверии летнего сезона, конечно же, мы дополнительно выделим средства в этом году уже, для того, чтобы устранить замечания, те, которые высказали сами жители. И в дальнейшем, на следующий год и следующие годы будет утверждена программа по благоустройству этой территории. Проект благоустройства территории разработают уже в этом году. Пожелания многодетных семей будут учтены. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Малаховке продолжается капитальный ремонт двух учреждений, которые вошли в госпрограмму образования Подмосковья. На одном из объектов в 46-й гимназии работы выполнены на 35%. Наш корреспондент расскажет все подробнее. Над масштабной реставрацией гимназии ежедневно работает более 60 человек. На данный момент проходит черновой этап ремонта. Внутри здания строители завершают штукатурку стен и стяжку пола на первом этаже. Снаружи накладывают первый слой мягкой кровли и работают над фасадом. Усиление фундаментов мы прошли. Планируется на этой неделе приступить к усилению перекрытий первого-второго этажа. И также дальше продолжать инженерные системы. Электрику, сантехнику, канализацию и слаботочные системы. Мы постоянно ремонтируем детские сады, школы, больницы. Уже давно в социальной сфере опыт уже есть, большой. Справимся, не подведем. В этом лично убедился глава округа Владимир Волков. Работы идут по плану, отставаний в графике нет. Каждый этап капитального ремонта под контролем властей и надзорных органов. В данный момент ход работ и выполнения составляет 35%. Наша задача в конце августа уже школу передать педагогам, для того, чтобы дети с 1 сентября пошли в новый, обновленный свой школьный объект. Преобразится не только здание гимназии. Проектом предусмотрено благоустройство территории вокруг него. После всех работ учебное заведение, построенное в конце 30-х годов прошлого столетия, получит новую жизнь. Луиза и Гязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберецкую областную больницу приходят молодые врачи. В одной только детской поликлинике в поселке Красково с начала этого года в состав коллектива вошли пятеро новых специалистов. Четыре педиатра и невролог. Какие еще есть вакантные места в медицинском учреждении, расскажет Луиза и Гязарян. Кристина Леус устроилась на работу в Красковскую детскую поликлинику месяц назад. Врача-невролога здесь ждали давно. Из-за отсутствия специалиста накопилось много плановых профилактических осмотров. Но новый сотрудник со своей задачей справляется. Буквально в первые же дни сразу предложили все максимально для меня удобные условия, для того, чтобы я как можно быстрее приступила к работе. Вместе с Кристиной штат поликлиники пополнили четыре молодых педиатра. С приходом новых сотрудников увеличилась доступность многих медицинских услуг. У нас появилась возможность больше осматривать детишек от нуля до года. Детишек, которые идут после года до трех лет, которые идут в детские сады, школы, осмотры. Это все у нас увеличилось. Увеличилось у нас, значит, количество детей, прохождение диспансеризации, профосмотры, вакцины профилактики. На сегодняшний день в поликлинике поселка Красково вакантные ставки детского ортопеда-травматолога и хирурга на работу также требуются участковые и процедурные медсестры. Управление Федеральной службы исполнения наказаний России осуществляет комплекс мероприятий по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы, а также по профилактике преступности и оздоровлению криминальной обстановки. О трудовых буднях сотрудников Люберецкого межмуниципального филиала УФСИН расскажет Богдан Колесников. Инспекторы осуществляют ежедневный контроль за осужденными, проводят с ними воспитательную и профилактическую работу. Во время беседы стараются донести до граждан, стоящих на учёте, всю ответственность совершённого преступного деяния, разъяснить права и обязанности по наказанию, предупредить о последствиях повторного преступления. Служба в уголовной исполнительной инспекции интересна, многогранна и очень полезна для общества. И всегда приятно видеть результаты своей работы именно в гражданах, которые встали на путь исправления, вернулись к законопослушному образу жизни. По словам подполковника внутренней службы Виктории Астафуровой, большая часть осуждённых, если и возвращается в стены инспекции, то только для того, чтобы сказать спасибо. Виктория Владимировна, хочу выразить вам огромную благодарность, что помогли мне не просто отмечаться, а именно помогли мне изменить кардинально мою жизнь. Теперь я сам, руководитель реабилитации, выражаю вам огромную благодарность, что вы участвуете в жизни других людей. Спасибо вам огромное. Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних тоже лежит на плечах службы исполнения наказаний. Детям и их родителям психологи и социальные работники оказывают помощь в решении возникающих проблем. Здесь дают шанс каждому, кто попал на учёт. Главное – суметь им воспользоваться. Когда-то я совершил ошибки, и меня осудили, дали мне условный срок. И попав сюда, в инспекцию, я познакомился с инспекторами, и где в дальнейшем они мне помогли кардинально изменить мою жизнь. Они проводили со мной профилактические занятия. Те занятия, которые помогли мне изменить мышление, и в дальнейшем дали мне шанс, чтобы я уехал на реабилитацию и изменил свою жизнь. Службу в уголовно-исполнительной системе не случайно называют именно службой, а не работой. Здесь каждый день нужно быть на чеку. Инспекторы помогают оступившимся людям изменить взгляд на мир и своё место в нём. Случилось так, что завели уголовное дело, и 13 июля 2015 года меня поставили на учёт в Люберецкий филиал УФСИН. Возникало очень много вопросов, с которыми мне помогли, и мне отвечали грамотно всё по закону. Как мне себя вести, что вот есть такой закон, есть так, вот я имею право на это, на то. Люберецкий межмуниципальный отдел УФСИН предоставил мне такую возможность участвовать в психологическом тренинге. Мне он очень помогает. Нам удаётся им всё-таки помочь, поставить их на путь исправления. Оказываем и правовую помощь осужденным, и помощь в восстановлении документов, помощь в получении медицинской помощи, помощь в трудоустройстве. У нас есть взаимодействие с Центром занятости населения, также у нас есть доступ к сайту «Работа в России», где мы можем размещать согласие осужденных из резюме, и работодатели видят резюме осужденных и приглашают их к себе на работу. На территории России работают около 2500 инспекций УФСИН. Люберецкий межмуниципальный филиал в Подмосковье самый крупный. В нём несут службу 29 инспекторов, у которых стоят на учёте 1300 человек. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В конце мая в стране отмечают День российского предпринимательства. Поздравления принимают руководители крупных предприятий и компаний, а также владельцы малого и среднего бизнеса. Как в городском округе Люберцы чествовали представительниц женского сообщества предпринимателей, покажем в следующем сюжете. Повод для встречи хоть и праздничный, но разговоры о работе никто не отменял. За чашкой чая люберецкие бизнес-леди делятся своими успехами и в то же время отмечают, с какими проблемами приходится сталкиваться. Вопросов много – от помощи в продвижении бренда до стартовой стоимости аренды. Кто соприкасался с бизнесом, тот понимает, насколько ты сегодня на коне, завтра может быть пот. Это сумасшедший труд. Он в интеллектуале, в первую очередь, это интеллектуал. Ну, физически, это надо тоже выжить, выстоять. И всё остальное уже сопутствующее. Поэтому, чтобы бизнес укреплял ваше здоровье. Виновницам торжества Владимир Ружицкий вручил почётные грамоты и благодарственные письма Совета депутатов городского округа. Сегодня в люберецком отделении Союза содействия женскому предпринимательству более 60 активных участниц. Бойцам, которые находятся на передовой с начала спецоперации, люберецкие женские сообщества отправили несколько тонн гуманитарной помощи. Помогают воинским подразделениям и добровольческим отрядам СВО. Сегодня адресная помощь казачьей бригаде ДОН. Люберецкое отделение Союза женщин России в рамках запущенной более 10 лет назад от благотворительной акции «Я свяжу тебе жизнь» с начала спецоперации связали не одну тысячу шерстяных носков, шапок и манишек для бойцов СВО. Сегодня передают им чай, мыло, гель от ушибов и растяжений и другую гуманитарную помощь. Сейчас мы запускаем движение браслета для выживания. При желании его, при необходимости даже можно расплести. Он очень легко расплетается. И получается 3,5 метра верёвки, которую можно использовать. Либо что-то связать, либо кого-то связать. Кто заинтересовался, помогаю обучиться. Приобретаю материалы и плетём. Вечерами, после работы, люберецкие рукодельницы плетут маскировочные сети. Средства на закупку материала выделили местные депутаты. Шесть изделий уже отправили в зону спецоперации. Передают гуманитарную помощь. В данный момент передают нам маскировочную сеть для наших казаков, которые принимают участие в СВО, которые очень пригодятся им для того, чтобы они были незаметны для врага и правильно исполняли свой долг. Казаки наши с первого момента, с первого дня принимают участие в СВО. Показали себя как доблестные и православные воины. И данная помощь очень нам нужна. Более ста казаков из Московской области сейчас находятся на защите рубежей Отечества. Всю гуманитарную помощь, которую принесли люберецкие женщины, передадут бойцам добровольческой казачьей бригады «Дон». Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В округе стартовал проект «Лаборатория грантов сделана в Люберцах». Опытные эксперты помогают инициативным жителям подготовить свои социально значимые проекты и рассказывают, как получить необходимое финансирование для их реализации. Подробнее расскажет наш корреспондент. Вот если вы бы оценили такой проект, вот есть идея сделать приложение, и что же самое главное будет? Самый главный будет механизм вовлечения аудитории в это приложение. Эксперты региональных и федеральных грантовых площадок поделились своим опытом и рассказали о социальных инициативах, которые можно поддержать дополнительными финансовыми влияниями. Также новичкам было интересно узнать, как грамотно составить проектную заявку и подготовиться к защите проекта. Очень здорово, что ребята сами задают вопросы, что ребята интересуются, что ребята интересуются в разрезе своих идей, своих инициатив. И то есть уже видно, та обратная связь, которая нам нужна, что они уже генерят совместно с экспертами, которые рассказывают о проектах, они генерят в параллель свои идеи, истории и уже видят точки соприкосновения, точки применения, видят плюсы, минусы, то, что стоит доработать, и то, что действительно будет выкрашено именно в их истории. В зале культурно-просветительского центра собрались руководители некоммерческих организаций, представители общественности и молодежных сообществ. Все они – потенциальные соискатели грантовой поддержки. Возможность представить и обсудить свои проекты была у каждого. Мне понравилось данное мероприятие. Я узнал, как использовать грант, как его получить. Узнал о новых проектах. И я хочу сказать большое спасибо организаторам данного мероприятия. Родились новые идеи, новые возможности. Надеюсь, воплощу их в реальность. Федеральная история грантов набирает обороты по всей стране. Только на платформу «Росмолодежи» каждый год подается более 50 тысяч проектов. Многие инициативы уже поддержаны. В картинной галерее открылась благотворительная выставка «Палитра добра», приуроченная к 400-летию Люберец. На ней представлены работы юных художников, которые занимаются в творческой студии «Арт-Окей». При содействии благотворительного фонда «Созидание» вырученные средства от продажи картин направят на лечение детей. Открытие выставки «Палитра добра» стало настоящим творческим праздником. Кроме художников, свои таланты продемонстрировали юные артисты, которые порадовали гостей танцевальными и вокальными номерами. Каждый, кто вышел на сцену, получил сертификат участника благотворительного проекта. Есть такая задумка вместе с фондом «Созидание» помогать детям тем, которые нуждаются в этой помощи. Поэтому огромное спасибо организаторам, спасибо вам за то, что вы делаете. Конечно же, вам творческих успехов, чтобы каждый стал впоследствии серьезным художником. На выставке представлены работы разных жанров – натюрморты, пейзажи, портреты и многие другие. Особенность студии «Арт-Окей» в том, что здесь применяют технику правополушарной живописи, а также полноценную арт-терапию. Любой человек, который не умеет рисовать вообще, садится и пишет шикарную работу. Мы пишем пальцами, кисточками, ногами, руками, всем чем угодно, что попадется под руку. И получается потрясающая картина. Мы пишем маслом на холстах, как настоящие художники. За последний год воспитанники студии написали около 500 картин. Сегодня занятия в «Арт-Окей» посещают более 20 начинающих художников. Мне пришла идея тыкву нарисовать, когда я спать не хотела в ночь. И я посмотрела на век, на рост. И подумала, завтра на лесу скачу тыкву. После того, как я начала писать картины, на мир стала смотреть совершенно иначе. То есть едешь, видишь какой-то пейзаж и думаешь, какой переход красок. Надо это запомнить, а лучше сфотографировать, чтобы потом перенести на холст. Мне очень нравится рисовать, особенно пейзажи, нравится рисовать по полям. С цветочками всякими. Еще я помню, у меня есть любимая картина с фиолетовыми цветами, я ее сама придумала. Очень интересные работы получились у ребят. Отличный концерт, всем очень весело. Я сюда пришла с детьми. Работы участников, которые представлены здесь, выполнены в прекрасной технике. Нам уже их показали, продемонстрировали. Прекрасное время проводим. Еще одним подарком для посетителей выставки стал бесплатный мастер-класс. Все желающие могли обучиться о замасленной живописи в технике арт-терапии. Луиса Игия, Зарян Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Уже в 12-й раз в России состоялась акция «Библионочь». В этом году она прошла под лозунгом «Читаем вместе». Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представили специальную программу. Учреждения городского округа «Люберцы» тоже присоединились к творческому проекту. Вот и наши, человечие, одуванчику подстать, уходить, но бесконечно новой жизнью прорастать. Центральная библиотека имени Есенина сегодня работает в режиме нон-стоп. Весь день и до самой ночи здесь звучат стихи и песни, проводятся творческие мастер-классы и лекции. На сцене выступают вокальные и хореографические ансамбли, а дети с интересом знакомятся с работами великих писателей. Так выглядит 12-я «Библионочь» в городском округе Люберцы. «Библионочь» стартовала у нас в 13 часов с двух мастер-классов по стихосложению и по практике выразительного чтения. Вообще, тема этого года «Читаем вместе», поэтому все наши мероприятия так или иначе привязаны к литературной теме. Проходила иммерсивная выставка, привязана она также к тематике «Люберцы-400». Мы собрали материалы и подготовили экспонаты о писателях, которые так или иначе присутствовали на Люберецкой земле. Среди этих писателей и Сергей Есенин. Посетители акции могли встретить великого поэта в одном из залов библиотеки. «В Люберцах я был не однажды. Пожалуй, расскажу про маларту. В ней Маяковский познакомился со своей возлюбленной». Для гостей Есенинской библиотеки организовали кинопоказы, спектакль в формате литературной гостиной. Завершился большой творческий марафон в полночь. Международный день защиты детей в Люберцах отметили с размахом. Главной площадкой проведения праздника стал Центральный парк, в котором собралось почти 3000 детей. С каким настроением ребята встречают лето и как планируют его провести, узнала наша съемочная группа. В первый день лета в Люберецком Центральном парке организовали большую праздничную программу. Выступления танцевальных и вокальных коллективов, анимационное шоу, аквагрим и конкурсы. Воспитанники Люберецкой художественной школы работали на пленэре. «Нам очень нравится, хорошая атмосфера, очень комфортно». «Люберцы, я в них влюбился. И теперь это стало моей родиной, потому что у меня здесь родился сын. Праздник, сеть детям, вообще здорово». Учебный год окончен. Наступили долгожданные каникулы. Планов на лето много. «Я поеду к дедушке. Потом мы с дедушкой на Урале в турбазу поедем купаться, будем рыбачить, шашлыки жарить». «Уехай бабушке в деревню». «Гулять допоздна. Мы в конце июня поедем в остров мечты. К бабушке, к бабушке, на море, на море и конец. А потом обратно сюда». Праздничная атмосфера в парке царила весь день. Мастер-классы по аппликации цветной бумаги, конкурс рисунков на асфальте, веселые спортивные эстафеты. Всех гостей праздника ожидал сладкий сюрприз – 3000 порций мороженого. «Себя-то, девчата. Дольше не больше. Держите». Пока на главной площадке веселились малыши, ребята постарше и их родители принимали участие в голосовании за благоустройство парков округа. Волонтёры работают в Центральном парке Люберец, парке Сказок и парке имени Лапса в Томилине и в парке Малаховское озеро. Голосование продлится до 4 июня. Какими станут рекреационные зоны отдыха, решат жители. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. День защиты детей, который отмечают в первый день лета – один из самых старых международных праздников. Дата, основанная в 1949 году, призвана привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. Наша съемочная группа посетила Центр семейной помощи Люберецкий. Для его подопечных тоже устроили праздник. В отделении комплексной помощи Центра Люберецкий сегодня проживает 21 ребенок, который оказался в трудной жизненной ситуации и по разным причинам остался без попечения родителей. 24 часа в сутки они получают здесь внимание и заботу. Когда ребенок находится в нашем отделении, параллельно работает с семьей другая служба – участковая социальная служба и отделение содействия и помощи семьи детям, чтобы вернуть ребенка в кровную семью. Это наша цель и задача. В День защиты детей для подопечных Центра устроили веселый праздник. К мальчикам и девочкам пришли в гости ученый кот, гном, ягодка-малинка и лесной эльф. Все вместе они развлекались и участвовали в различных конкурсах и викторинах. Мои дорогие ребята, девочки, мальчики, я вас от души поздравляю с прекрасным праздником – День защиты детей. Мы действительно 1 июня всегда очень рады поздравить наших деток, вручить подарки. Конечно, радоваться их результатам, которые вы показывали в течение учебного года. Мне праздник очень понравился, все прошло, хорошо, весело. Поздравляю всех детей с праздником, чтобы они никогда не болели. Никакой детский праздник не обходится без сладких сувениров. Кроме положительных эмоций, ребятам подарили целую корзину конфет. Спасибо! Ура! Уиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Центральном парке Люберец появился детский автогородок. Он предназначен для практического обучения правилам безопасного поведения. Торжественное открытие специализированной площадки прошло в рамках единого дня профилактики детского дорожно-транспортного травматизма детям Подмосковья безопасной дороги. Раз, два, три! Ура, друзья! Поздравляем! Появление детского автогородка – значимое событие для Люберец. Символично, что оно состоялось в преддверии 400-летнего юбилея города. На празднике в честь открытия обучающей площадки школьники со всего городского округа. Ребят поприветствовали почетные гости. Ребята, набирайте здоровья, сил, получайте знания. Ну а лето провести вам, конечно же, безопасно, хорошо, набраться новой энергии. И, конечно, с 1 сентября пойти снова учиться в школу. Всех с праздником! Здесь вы научитесь практическим навыкам, как вести себя на дороге. Изучите дорожную азбуку и никогда не попадете в дорожно-транспортное происшествие. У нас когда-то был автогородок, он был очень давно. И все нужно возрождать, нужно восстанавливать на более высоком уровне. Поэтому мы возрождаем вот эту замечательную традицию изучения правил дорожного движения с самых ранних лет. Теперь на этом специализированном автогородке будут обучать азам вождения велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Мне автогородок очень нравится. Планирую посещать. Я состою даже в ЮИД. Вступив в отряд, я научился доброте, хорошим чувствам и лучшему знанию правил дороги. На территории Центрального парка работали интерактивные площадки для школьников, где проходили обучающие мастер-классы. Также для гостей праздника организовали выставку современной и ретро-автомототехники госавтоинспекции. Луиза и Геазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялся фестиваль детского музыкального творчества «Радуга». Этот праздник проходит в городском округе с 2006 года и приурочен к Международному дню защиты детей. За выступлениями маленьких артистов наблюдала съемочная группа нашего телеканала. В этом году площадкой проведения ежегодного фестиваля стал инженерно-технологический лицей. Актовый зал полон зрителей. Это педагоги и руководители детских садов городского округа, а также родители малышей, которые выступают на сцене. Главная цель мероприятия – выявить на протяжении всего года одаренных талантливых детей и показать то, что в дошкольном детстве начинаются те первые ступени подготовки к школе, к творчеству, к музыке. В фестивале приняли участие воспитанники 19 дошкольных отделений, общеобразовательных учреждений. Они показали костям праздника творческие номера по разным направлениям. Хореография с элементами гимнастики, сольные выступления и коллективные танцы. У нас очень интересный танец. Русский народный хоровод «Березки». Мы готовились к нему очень сильно, старались. Настоящие мы артисты. Настоящим артистом себя почувствовал каждый ребенок. После выступлений зрители их щедро награждали аплодисментами. А в память об этом празднике все участники получили дипломы и подарки. Луиса Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Один из самых ярких, красочных праздников фестиваль «Холли» прошел в городском округе. Центральная площадка Наташинского парка запестрела всеми цветами радуги. С организаторами и участниками мероприятия пообщались мои коллеги. Каждые 30 минут очередной залп красочного фейерверка. В перерывах между ними конкурсы викторин и выступления артистов. Фестиваль «Холли» – один из полюбившихся среди молодежи праздников, который помогает закрасить жизнь яркими красками. Это индийский праздник, индийские традиции, но они настолько прижились здесь у нас в России. И не только в России, уже более тысячи лет во всех странах мира этот праздник отмечают. Ну вот поэтому у нас в Люберцах уже не первый раз проходит этот замечательный праздник. Праздник посвящен встрече лета, символизирует он природу, счастье, радость. Считается, что чем больше на человеке разноцветной пыли, тем больше у него будет счастья. Поэтому все гости фестиваля щедро осыпали краской всех вокруг, даже незнакомых людей. Я не понимаю только одного, а почему оператор до сих пор чистый? Отлично, вот мой первый раз сегодня на таком празднике. Нам очень нравится, дети бегают довольные, все грязные, но довольные. Всех с каникулами, удачи отдохнуть и удачного лета. Очень нравится праздник, позитивное настроение. Всем спасибо. В городском округе продолжается конкурс «Люберецкая супербабушка-2023». Чтобы заслужить звание победительницы, участницам предстоит пройти несколько этапов. Они уже соревновались в кулинарном поединке, а недавно женщины преодолели спортивные препятствия. Как все прошло, расскажет наш корреспондент. Равновите выстрелы на ту сторону, носочком. Перед большой спортивной эстафетой разминка с профессиональным тренером. Разогреть как следует мышцы помогают и всеми любимые песни в исполнении заслуженного артиста Московской области Александра Чайки. Когда она безумна и слепа, дарите любовь, дарите, когда разлука... Так в Центральном парке стартовал второй тур проекта «Люберецкая супербабушка». Участницам необходимо пройти четыре станции – дартс, кольцеброс, баскетбол и мини-пинг-понг. Спортивный этап – новинка этого конкурса. В этом году проводится впервые. Так как у нас все-таки участница от 55 и больше, и самые все-таки у нас взрослые, самые-самые взрослые у нас 85 лет, то вот комитет по культуре разработали такие состязания, чтобы мы смогли они все принять участие, чтобы это было, ну, в удовольствие, как они все готовятся. Они же не просто, мне тут по секрету сказали, кто-то заранее пошел потренировался, кто-то сходил, покидал мяч, это баскетбольное кольцо, кто-то даже сходил в фитнес-зал. Марина Тимохина участвует в проекте во второй раз. В 2019-м она завоевала титул самой творческой супербабушки. Для нее это не просто конкурс, а настоящий праздник. Я первый раз держала лук в руках. И смотрите, какие оценки – 6, 7, 10. Я не ожидала, я сама первый раз видела этот снаряд. Здесь такое настроение, здесь столько позитива. Набираешься после первого конкурса, который у нас был, кулинарный, я ходила вот с улыбкой, наверное, два дня вообще просто не переставала улыбаться. И сегодня опять такой прекрасный праздник. На каждой станции участницы получали баллы. Выиграет та, которая наберет наибольшее количество. Но имена победительниц всех номинаций и обладательницы главного звания Люберецкой супербабушки станут известны 2 сентября. На празднование 400-летнего юбилея Люберец. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» состоялся кубок городского округа Люберцы по ушу Саньда. Соревнования собрали более 200 спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет. За выступлениями следил Богдан Колесников. Соревнования объединили спортсменов из 15 городов России. Люберецкий округ представили 25 борцов. За звание чемпиона сражались и новички, и спортсмены, за плечами которых десятки наград. Участие в турнире дало возможность проверить на практике свою техническую и тактическую подготовку. Александра Горбачева – кандидат в мастера спорта. Ушу Саньда занимается 5 лет. У меня сестра с братом первые стали заниматься таким видом спорта. И я решила попробовать. Как-то появился интерес. На фоне этого я занимаюсь, дерусь уже сколько лет. Свои навыки на татаме продемонстрировали и самые маленькие участники турнира, которым только исполнилось 6 лет. Чтобы победить в бою, спортсмен должен, согласно правилам, набрать большее количество баллов за эффективные действия, которые оцениваются. Это броски и удары, которые дошли до цели. Те удары, которые по правилам Ушу Саньда, те удары, которые не доходят от цели, они, естественно, не оцениваются. Нет понятия активность, есть понятие эффективность. Чтобы победить на соревнованиях, а не в бою, спортсмен должен не проиграть ни одного боя в своей весовой категории. По итогам соревнований команда из Люберец заняла второе общекомандное место. В личном первенстве ребята завоевали 6 золотых медалей, 10 серебряных и 5 бронзовых. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошло открытое первенство Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет. Спортсмены из разных регионов России поборолись за призовые места и показали, чему они научились за этот сезон. Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Единой России» за самбо. С 2018 года Федерация самбо городского округа Люберца проводит открытое первенство Центрального федерального округа среди юных борцов. И каждый раз это событие собирает на одной площадке все больше и больше участников. На этот раз на ковер вышли более 200 спортсменов. В данной возрастной группе первенство России не проводится, поэтому это такой финальный этап, можно сказать. Но на данном уровне их спортивной подготовки – это такая, можно сказать, высшая ступень, на которую они приехали и хотят себя проявить. Самая многочисленная команда из Московской области. В состав сборной вошли 15 спортсменов из Люберец. Им предстоит отстаивать честь не только своего городского округа, но и всего региона. Я разминался со своими ребятами, которые со мной тренируются вместе. Думали, как выигрывать, какие комбинации надо делать. Постараюсь выступить удачно, чтобы не подвести своих друзей, которые пришли за меня поболеть. На отборе на области я занял шестое место, на области третье, а на ЦФО, на девять, первое. Сегодняшнюю турниру я готова 7 месяцев. Надо было дать выносливостью, ну и техникой. Напряженная и зрелищная борьба шла одновременно на пяти коврах. Девушки и юноши выступали в десяти весовых категориях. В каждой определили тройку лучших спортсменов. Для всех самбистов этот турнир стал подведением итогов очередного сезона и еще одним поводом сделать работу над ошибками. Луиза и Геазарян, Сергей Квоздев, телеканал ЛРТ. В Московской государственной академии физической культуры состоялся турнир по мини-футболу «Гвардейская машина». В нем приняли участие студенты вуза, а также представители молодой гвардии «Единой России». На спортивном мероприятии побывали и мы. Футбол хоть и с приставкой мини, но борьба за первое место такая же напряженная, как на большом матче. В первом тайме встретились студенты МГАФ – тренерский факультет против социально-педагогического. Удача пока на стороне первого. В принципе, ребята хорошие, двигаются. У нас как в опасных моментах побольше. Вот и счет пока такой. 4-0, да. Мы же хоккеисты. У нас есть занятия, скажем, на нашей кафедре, где мы в футбол играем с ребятами. Там, в принципе, и готовились, там играем, наслаждаемся. Организаторы турнира – представители регионального штаба молодой гвардии «Единой России». Они же среди участников соревнований. Команду общественной организации представили молодогвардейцы городского округа «Люберцы». Все это направлено на то, чтобы, прежде всего, зарядить студентов перед сессиями, привить им более хорошее отношение к физической культуре, к спорту. И, конечно, заинтересовать нашими проектами. Может быть, кто-то вольется в нашу историю. Может быть, у нас появится, наконец-то, футбольная команда молодой гвардии. По итогам турнира «Гвардейская машина» победителями стали воспитанники социально-педагогического факультета МГАВК. Команды, которые заняли призовые места, наградили грамотами, медалями и подарками. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова